Часто распространенный вопрос от додовичков. Я бы назвал брокером это посредник между банкротом и конечным потребителем, то есть инвестором. Как этот цепочек вообще выглядит? Должника банкрота по арбитражному суду признают банкротом, к нему представляют арбитражного управляющего, он же дальше является конкурсным управляющим, который формирует конкурсное производство, формирует лоты, они выставляются на электронно-торговые площадки и там уже непосредственно аукционный брокер вступает в действие, где и покупает для инвестора, конечного потребителя, лот за комиссионное вознаграждение. На первый вопрос ответить. Второй вопрос. Чтобы купить имущество банкротов, вы можете сначала обанкротить человека? Нет, мы не банкротим людей. Наша функция как аукционного брокера это уже работать с имеющимся имуществом, с имеющимися лотами, которые уже вышли на торги по банкротству. И мы уже по своей пятишаговой технологии данный лот ищем, проверяем, тестируем спрос, ищем инвесторов, участвуем в торгах и капитализируем сделку. Мы как аукционные брокеры именно банкротством не занимаемся. Где у вас совесть? Как вы можете зарабатывать на горе других? Это тоже часто распространенный вопрос и отвечу на него так. Мы ни в коем случае не зарабатываем на горе обанкотившихся предприятий. Банкротство это один из инструментов оптимизации долгов. И зачастую многие компании, когда уже решили встать на путь банкротства, они уже с этим согласны и зачастую на торги уже попадает то имущество, с которым они готовы расстаться, чтобы закрыть свои долги. И, кстати, когда банкротится или физлицо, или юридическое лицо, у них часто сумма долга превышает количество реализуемого имущества. Так что им выгодно банкротиться. У них долгов на 100 миллионов рублей, с торгов их имущество продалось за 30 миллионов рублей, и 70 миллионов им списывается в счет банкротства. Так что мы не зарабатываем на горе должников. Аукционы по банкротству... А, подожди, нет, я просто читаю вопросы, отвечаю на меня. Аукционы по банкротству это что-то про опционы, биткоинами торгуете. Аукционы по банкротству это вид торгов, которые есть в Российской Федерации. И мы действуем в рамках 127-го федерального закона о несостоятельности, о банкротстве. Слово аукционы просто созвучно со словом аукционы. Также хочу добавить, что в Российской Федерации есть множество разных торгов. Есть госзакупки, 44-й федеральный закон. Есть аукционы по арестованному имуществу, 229-й федеральный закон. И есть муниципальные торги, это 178-й федеральный закон. Мы именно работаем в секции аукционов по банкротству. И сравнивать с какими-то аукционами, и тем более с криптовалютой биткоинами, не стоит. Нет, это неправильное убеждение. За 1000 рублей вы автомобиль на торгах хороший не купите. Раньше в 2015 году возможность такая была. Когда публичное предложение подводилось по правилам, кто быстрее подал заявку. С внесением поправок в федеральный закон 127 это правило изменилось. И сейчас на публичном предложении, кто дал цену выше, тот и выиграл. Средний дисконт на автомобили в аукционах по банкротству составляет от 20 до 30% от рыночной цены. Это убеждение абсолютно неверно. Потому что имущества на торгах очень много. Рынок оценивается в 70 триллионов рублей, более 2 миллионов лотов. И у организаторов торгов и у арбитражных управляющих не будет столько своих людей. Ну и также не забываем про уголовную ответственность, которая есть у конкурсных управляющих и организаторов торгов. Так что это убеждение абсолютно неверное. Конкурсный управляющий Конкурсный управляющий – это должностное лицо, которое действует в рамках федерального закона 127 и в интересах кредиторов. И сотрудничество с ним возможно только в рамках законодательства. Такие случаи бывают. Как я тут рекомендую действовать? Во-первых, вам нужно выехать, посмотреть данный лот, оценить ущерб, все это просчитать, заложить в ликвидность вашего лота. Если вы действуете в интересах инвестора, обязательно это ему сказать. То есть обосновать стоимость запчастей, стоимость работ и оценить график публичного предложения и войти в том периоде, где у вас будет сохраняться ваша ликвидность. Это неверное… Абсолютно неправильное убеждение. Я не являюсь юристом, у меня нет юридического образования, но я являюсь одним из топовых экспертов в аукционах о банкротстве. Чтобы стать брокером, достаточно прочитать статьи с 90-й по 110-ю федерального закона 127. И вам будут понятны все юридические аспекты данной сферы. Покупать дебюторскую задолженность с аукционов по банкротству выгодно. И как показывает наш опыт, с момента покупки до момента получения денег проходит от двух недель до двух месяцев. Все зависит от категории дебюторки. Физические лица в среднем в две недели и начинают поступать платежи. Если покупать дебюторку юридических лиц, то там в среднем цикл два месяца. Коллеги, спасибо вам за вопросы. Если вам понравился формат данного видео, ставьте лайки, пишите в комментарии. Если у вас также остались вопросы, пишите, я на них лично отвечу. Спасибо за внимание. На связи был Давид Рязаев. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok